Привет, с вами Максим, и это обучающее видео по подтягиваниям на одной руке. Друзья, сразу скажу, упражнение является травмоопасным, поэтому вы должны обладать должным уровнем физической подготовки. А именно, я рекомендую подтягиваться не менее 15 раз, тогда ваши мышцы и связки будут готовы к подтягиванию на одной руке. Итак, переходим к подводящим упражнениям. Первое упражнение – это подтягивание на одной руке с дополнительной помощью свободной висящей руки. То есть вы висите одной рукой на перекладине, а свободная рука у вас держится за опору и помогает вам потянуться. В качестве опоры может выступать столб, какая-то веревка, пояс, тренировочные петли. Можете даже скинуть с себя майку, обвязать вокруг перекладины и таким образом помогать себе. Итак, второе упражнение – это подтягивание на одной руке с использованием тренировочных петель. Смысл понятен, ослабить нагрузку на вашу руку, в принципе, прочувствовать технику выполнения упражнения. Третье – это непосредственно попытки выполнить само упражнение. То есть вы висите на одной руке и пытаетесь согнуть в плечевом и локтевом суставе. Здесь именно самое сложное – это как раз-таки получить небольшой сгиб в этих суставах. Далее, после того, как у вас все-таки получится, ваш прогресс заметно ускорится, и вы будете прям наблюдать, как вы все ближе и ближе к заветной цели. Ну и четвертое упражнение – это негативные подтягивания. Их я рекомендую делать спустя 2-3 недели после того, как вы проделали предыдущее мной названное упражнение, потому что оно является самым правоопасным. И если ваши связки мышцы не будут готовы, то, ребята, вы можете отсрочить свой прогресс на много месяцев вперед. Используйте любые упражнения в любой комбинации, которые я перечислил ранее. Интервал отдыха – 3-5 минут. Как часто? 2-3 раза в неделю достаточно. Ну вот, друзья, я постарался передать весь свой опыт по подтягиваниям на одной руке. Надеюсь, он будет вам полезен. Вы знаете, что делать с этим видео. Всем спасибо. Пока.